Привет! Если вам наскучили популярные заезженные экскурсии в Турцию, у меня для вас есть очень классный вариант. И это экскурсия Армана. В этом выпуске мы с вами окунемся в мир потрясающих горных ландшафтов. Побываем в самой большой пещере Турции, в которой покатаемся по подземному озеру. А также заглянем в любопытную деревушку Армана, которая славится своими необычными пуговичными домами. И наша экскурсия начинается с горных панорамных видов. Мы сейчас пребываем в регионе Манавгад, и на пути нам встречаются вот такие живописные горные пейзажи. Здесь нам дают буквально 5-6 минут для того, чтобы мы сделали фотографии, ну а дальше нас ожидают еще более интересные виды. А у нас следующая панорамная остановка, откуда открываются виды не только на горы, но и на аутентичную турецкую деревушку. Мы только что поднялись на высоту более тысячи метров над уровнем моря. У нас следующая панорамная остановка, и отсюда открываются шикарнейшие панорамы на Зеленое озеро и на горы района Манавгад. Мы еще даже не доехали до главных точек, но уже увидели столько природных красот. Интересно, что даже в ходе нашей поездки за окнами мелькают прекрасные виды на горы, и это, конечно же, обогащает нашу поездку. У нас еще одна небольшая остановка, где мы можем посозерцать каньон. Я думаю, что это будет наша последняя горная остановка, ну а дальше мы уже отправимся на пещерное озеро. Итак, мы добрались до знаменитой пещеры, которая называется Алтынбешик, что в переводе с турецкого означает «золотая колыбель». Согласитесь, довольно чарующее название. Пещера Алтынбешик раскинулась в двух часах езды от анталийских курортов и является самой большой в Турции. Но это не просто пещера, а грот с изумрудным подземным озером, которое считается третьим по величине в Европе. Его, к слову, открыли в прошлом веке, в 1966 году. Интересно, что Алтынбешик в действительности является трехуровневой пещерой, но туристам разрешается посещать только первый ярус, где и протянулось знаменитое подземное озеро на 125 метров. Первое, что вы видите, когда сюда приезжаете, это 40-метровый пещерный свод. Это и есть вход в грот. Внутри пещера красиво подсвечивается. Здесь мы спокойно катаемся, наслаждаемся причудливыми формами и тишиной. Любопытно, что в пещере вы можете увидеть так называемый золотой мост или известняковую арку, которую сотворили вовсе не люди, а сама природа. К слову, глубина озера в отдельных точках достигает 15 метров, и здесь вы не найдете отдельных островков суши. Купаться здесь запрещено. В пещере действительно приятно находиться. Температура 17 градусов просто идеальна после прогулки под солнцем, так что здесь можно даже немного освежиться и охладиться. Но при этом в пещере не холодно, теплые вещи летом вам здесь точно не понадобятся. А в самом конце пещеры нас ожидает удивительный травертин марсианской формы, который выходит со второго уровня пещеры на первый. Наше катание по подземному озеру только что завершилось. Несмотря на то, что я это делала уже второй раз, я снова осталась под впечатлением. Такое ощущение, как будто в пещере жизнь просто замирает, и вообще ты себя чувствуешь героем какого-то приключенческого фильма. В общем-то, мне очень нравятся такие поездки, и если вы здесь еще ни разу не бывали, я вам настоятельно рекомендую. Что может быть лучше после прогулки по пещерному озеру, нежели вкусный обед? И что самое интересное, нас привезли не просто в какое-то проходное заведение, как это иногда бывает во время экскурсий, а в самый настоящий, красивый, аутентичный ресторан. Стол оказался действительно очень богатым. Когда мы пришли, уже накрыли четыре вида холодных закусок. Среди них были соусы, перцы, ну а также картофель с луком. Далее последовали салаты и жульен с грибами под сыром. Ну а кроме того, нас угощали знаменитой лепешкой пиде. Также среди блюд можно было найти курицу с булгуром, ну а под конец нам принесли кокосовый десерт. Кстати говоря, обед включен в стоимость тура, а сам тур стоит 35 евро на человека. И заказать вы всегда экскурсии можете у нашего экскурсионного бюро Correct Insider, где представлены самые популярные туры по всей Турции по очень приятным ценам. С моим промо-кодом Turkey Insider вы можете получить дополнительную скидку. У нас есть официальный сайт, где вы можете ознакомиться со всеми предложениями. Также имеются и соцсети, там тоже можно ознакомиться и с ценами, и с ассортиментом. Все контакты вы можете найти в описании под этим роликом. Там же найдете номер наших менеджеров, которые обязательно проконсультируют вас по всем экскурсионным вопросам. Еще одна очень интересная точка в нашем сегодняшнем туре это деревня Армана, известная своими уникальными пуговичными домами, которые характерны для района Аксики. Эти строения получили такое название из-за того, что деревянные балки каркаса выведены наружу поверх каменной кладки. И если задействовать немного своего воображения, то действительно можно увидеть пуговицы. Сочетание массивной каменной кладки и деревянного каркаса выглядит очень необычно для Турции. Однако резные османские балконы сразу напоминают именно о турецкой культуре и традициях. Подобные дома встречаются и в других деревнях региона, хотя многие из них уже в очень плохом состоянии. Но именно Арману Министерство культуры и туризма Турции решило взять под свою опеку. И благодаря реставрации, проведенной здесь за государственный счет, удалось сохранить аутентичность домов, придав им при этом более ухоженный вид. Все пуговичные дома в Армане с резными балконами и бронзовыми ручками на воротах остаются жилыми. Важно понимать, что это не музейный комплекс, а настоящая деревня с мечетью, где жизнь продолжается и течет в своем собственном ритме. У нас следующая локация, и это небольшая деревушка под названием Белен-Алан. Здесь также можно полюбоваться пуговичными домами, но основная особенность этой деревни заключается в том, что она практически заброшена. Если раньше здесь жили сотни и тысячи людей, то сегодня местное население составляет всего 17 человек. Как нам объяснил наш гид, в первую очередь это связано с крупным пожаром, который здесь произошел несколько десятилетий назад. И несмотря на то, что здесь живет всего 17 человек, сюда проведено электричество, есть интернет, в общем-то все современные блага жизни здесь присутствуют. Нам здесь дается 30 минут на то, чтобы прогуляться, посмотреть на местные, так сказать, достопримечательности. И одна из них это старая школа, которая насчитывается более 100 лет. Она уже не функционирует. Это такая заброшка старых времен, по которой вы можете пройтись, если любите подобные приключения, так сказать. Кроме того, здесь сохранилась старая мечеть, которая насчитывается больше 300 лет. Она функционирует. Вы также на нее можете здесь посмотреть. Если захотите зайти внутрь, не забывайте, что нужно снять обувь, прежде чем это сделать. Когда мы были в Армане, я подумала, что там довольно спокойная, тихая атмосфера, но нет. Я ошибалась. Вот именно в этой деревушке действительно практически нет звуков. Спокойно, тихо. Но сказывается тот факт, что здесь живет всего 17 человек. Думаю, шум могут создавать только приезжающие сюда туристы. Небольшой базар для туристов, где продаются сувенирные товары. Местные предприниматели. Несмотря на то, что всего 17 человек здесь живет, но сувенирная лавка имеется. Наш гид пообещал нам угостить на острове чаем. Вот я вижу, как раз вот здесь уже приготовили и можно и спробовать. Как меня уверяют, это прекрасный сей, который избавляет ваше тело от токсинов. Что ж, вот такая вот у нас совсем не курортная история сегодня с вами получается. В ходе экскурсии мы посмотрели и на природные достопримечательности, и ближе познакомились с турецкой культурой. Если вы искушенный турист, то вам определенно стоит побывать в Армане, если вы сюда еще не приезжали. Вы, конечно, всегда можете заказывать экскурсию у нас, у экскурсионного бюро Correct Insider. Напоминаю, стоимость тура составляет 35 евро. В эту стоимость входит обед. Все контакты вы найдете в описании. На сегодня у нас получилась вот такая вот экскурсия. Пишите свои отзывы, впечатления в комментариях. Ну а я с вами не прощаюсь. Обязательно увидимся в следующем видео. Продолжение следует...